Боже, милость, и будь мне грешна. Создав, Господи, помилуй меня. Мечославец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Хочу всех на тебя, Господи, уповать, и даешь им тысячу благовремени, и отверзаешься щедро, но по твоей исполняешь всякое животное благоволение. Слава, Ценесина и Святому Духу, и мы не пресно и вовеки, и вовеки, и вовеки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, и освяти дары с вам истинной молитвы, приводи с нами. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи, и не быть бесплодными, но иметь страх Божий, и с радостью, благовением исполнять заповеди твои святые, ибо в этом все для человека. Хвала Тебя, Тебя, Сын и Святой Дух. Аминь. У нас уже как ритуал какой, молимся, и сразу вопросы. Вот тебе рукой задей спину, маленькая, ну как, повыше. Как вспотел, так и никак. Вот мы пока ходили, я какую полюбусу разобрал. Так, минутку. Вот, ребятишек-то нет, а сходим как раз в обед. 39, нехороший. Ни звука не сдаёт. А надо один заходить. Вопросы, Игнат Тихонович? Давай. Вот люди обращаются с протестантов, по вашему свидетельству, в православие, в московскую патриархию. Кто-то из них мирянами остаются, а некоторые священство принимают. И вот после того, как они приняли священство, какие отношения у вас дальше продолжаются? Меняются они или как-то эти отношения? Ну, понимаешь, вот сказать на сто процентов, ответить, я так не могу. Потому что я всех не знаю. Но вот которые хотят сильно быть священниками, прямо в первую минуту, только пришёл в православие сразу, а как, где лучше быть священниками, где начинает где-то. Это уже всё, пропал человек. Пропал. Я ему всё рассказываю, у нас переписка сохраняется, она на форуме у меня большая, переписка, фотографии, всё, и с бактистов там, или с филисятников там, адвентистов, разности нету. Но как только он задумал это, я уже знаю, потери. Паповец, он говорит, как-то пришёл, где-то, он говорит, как, Латкин, это тебе нету, никто тебя не примет, священники-то, учиться-то. Ты с ним завяжи, отвергни. Так я, ну ты понял, значит, твоё желание к этому юритику больше, чем мы с ним. Да как же юритик-то, он же мне направил в храм, в Ярославль, я тут и пришёл, и крестился, в полное погружение. Ну, тут загадка какая, зачем он отправляет в православие, когда всё православие не принимают? Он против мощей идёт, монашество зазирает. Ты понимаешь, какой же ты поп будешь-то? Нет, он короткое время проходит, он меня в чёрный список заносит. Но мы с ним ни разу не встречались. Тут вот такая грань. Ни разу, он здесь не был. А люди, которые здесь были, вот я называю отец Геннадий Фавст, неоднократно встречались, Василий Толстенко, я их, таких, знаю, священников. Ну, отношения хорошие. Они другим рассказывали, даже сами, бывает, где-то не согласны, но где выступают, они меня на щит поднимают. Вот Андрей Кураев был, он выступил, сам знаешь, какой отзыв дал, что самые знаменитые там, великие там, христианеры и прочее. Почему? Он был, и мы с ним были 15 минут вместе. Всё, он племённый. Он увидел это всё совершенно другое. У нас епископ Евсихий, Курочкин был, 13 лет епископом. И он говорит, вот когда меня епископом здесь поставили, Ишинско-Сибирским-то, и ваше общество. Я думал, как я с Игнатем Тихоновичем буду ладить. Вот какое дело. А когда приехал, встреча первая, мне говорят, это он. Я с ним общаюсь, я думаю, это не он. Абсолютно другой человек. В посланиях он силен, а вечером, в ресурсе, вещи неизлечительно, как он в Калказе говорил. Тут вот ещё некоторые нюансы, которые всё больше проявляются. А если который пришёл, да умеренен, но тем более приезжал, как вот значит Голубева приехала, здесь Екатерина. Ну такие люди, которые поистине хотели быть православными. Вот приезжал Игнат Косильвей, Егорович, всё-таки юрист с Украины. И он опять собирается приехать, я сейчас в сентябре. Где-то в 10-м ещё слову может быть здесь. Вот это вообще значит. А которые были, очень хотели стать священниками, священники их сразу под каблук. Как вот Светлана Косилова. Они её, первые её, которые были в песнопене, и потом больше, это небо и земля. Они её полностью погласили. Всё. Но одеть на неё платок, кроме ленточки, так и не смогли. То есть мирской человек остаётся мирским. Но она к ней привлёла. Это же была Валентина Толкунова. Как только к ней приблизилась, вот сейчас поёт-то всё. Кто у них? Брат. Ну-ка, припомни. У кого? Ну, у православных одна патриотические песни. Татьяна Петрова есть. Светлана Копулова. Кто? Светлана Копулова. Копулова. Ещё одна есть такая, больше всех песен поёт. А, Смоленинова? Нет. Нет. Ещё. Ну, припомните. Она казацкие песни поёт. Бечевская. А? Бечевская вроде. Жанна Бечевская? Конечно. Я не спрашивал твоё отношение к ней, но больше всех она там. И она уже никуда не может сдвинуться. То есть такие, чтобы стильные, евангельские, ну, похожие, извините за выражение такое, не выражение, а придирается за это. Такие баптисты, как «Зайдём на Голгофу, мой брат», «Дал нам новое имя, нас зовут христиане». Ну, нет таких песен. Нету. Вот. Нет. На Голгофу, на распятие Иисус идёт, струи крови по дороге из раны льёт. Это мой пришёл Спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзённым с раскаянием иду, грех моих крови причисто смыть молю. Да, смыть молю. Нет таких песен. Нету. Они там в виде притчи, когда не догадаешься, о чём речет мальчик, отец поехал в деревню, или там другой камнем остановил машину. Вот это надо и говорить. А которые простые, вот они такие и обратились, они тут приезжают, это не один, не два человека, а которые некоторые были. Тут поповская закваска. И они чего боятся, и может быть обоснованно боятся. Крещение. Вот он, Игнатов, приезжает, а теперь им говорит, надо крестить в полное погружение. Там своему отцу Николаю Шипирову, а тот выступает, и ретик его отлучил за то, что он говорит, что второе крещение надо. Да первого-то не было. Как оно? Если первого не было, откуда второе? Приводят полностью, что соборы, на каком соборе, сколько было епископов? Он со знанием, широкий материал даёт. Что им воина, если несколько лука говорил, это никакое не крещение, это арман, когда нет полного погружения. И он всё так приводит, а они не слышат ничего. Они полностью католичные. Католическая ересь поглотила их. Ересь. А то выйдет, крест это и на подношение. У кого на костюм капли-то не попало? Капли. А раньше песком крестили. Песком крестили. Понимаешь? Даже боли и безумие нельзя придумать. А вы хватили за то, что как евреи обратился, и они его крестили по лепесткам. Пришли, а Деонисий там сказал, не выдумывайте епископу, идите и крестите. Какой песок вам? Песочники. От духа и воды, а не от брюха и песка. Обманщики. Лживые. Пираты захватили корабли. Я так отвечаю. Захватили. И поэтому ко мне отношения их понятно. И Андрей Кураев говорит, если бы Игнатью их не трогал, отношения были совсем другое. Они бы при жизни канонизируют начали. Но я им нигде, ни разу не наступал, почему я боюсь моего Бога. Вот в этом все. Если человек не верующий, я пришел к выводу. Его нельзя ставить ни прокурором, ни судьей. Пусть будет мусульманин, пусть будет буддист, баптист. Чтобы знал, что есть загробная участь какая. Он не будет. Это дарил, дарил прокурору Всесовета. А сейчас Всесовета пришел отверх. Они доказали. Мы, говорят, власти такой не имеем. Он надо сдавить. У нас и власти такой нет. И ответили по правам человека в Барнаврске. Я два письма сегодня получил. А прокуратура мы уже проверяли там 10 раз. Ни разу не были лгут. Лживые люди. Проверяли они, один человек не приезжал. Когда здесь рядом, где наш лагерь был, и там же дальше такие заброшенные конюшки были тут, лошади, а они пасли здесь. Потеряю, скотина их по деревне ходила, огорода топтала. Мы их не могли сдвинуть. Здесь они были. Вот как от нашего лагеря идем, где рыбу ловим, посередки здесь большая общагня была. Они вещи здесь держали, телят. Но Краевая прокуратура, каждый раз Краевая прокуратура присылала комиссию, на месте разбирали земельным комитетом, и на 6 километров их отбросили. Как Гитлер от Москвы. Все, они там и находятся. А сегодня ни разу не было. Я не лгут. Против меня в 16-м году Краевая прокуратура посылала, говорит, людей, мне говорят это, видели, показания на лапки надайте, иначе дитя отнимем. Это как понимать? Это подвижка к лжесвидетельству, это уголовники. Приходили на дом, и эти люди мне все сами рассказывали, я не видел этого. Может быть они назывались, что мы из прокуратуры, а может из другого органа, я тоже не знаю, я никого не видел. Я хотел сказать, вот мы за стол садимся, вот есть молитва у старобрядцев, утренний за стол и вечерний, а обеда вообще нет, только как мусульман, у них два, обед и ужин, завтрак и ужин, а обеда нету. И у православных-то тоже заложено на два, а сейчас попробуй нас не покормить, и тоскливо до вечера будет. Очень. Так? А молитвы на обед нету. Есть молитва на завтрак, молитвы на ужин, а на обед нету молитв, вообще и сорокляться знают. Вот такой этот первый вопрос, я тебе отвечаю. Все зависит от того, имеют они страх Божий или нет. Вот мы приехали, священник, он не сектант, он сектант был когда-то там, а тот православный ушел в зарубежную церковь, и тут приезжал, на кровати у меня сидел, с ногами залазил. А я в это время отвечал на вопросы, дома уже, какие мне задавали в университетах, по радио, а там вопросов ни один, ни два, кучи вот такие вот и лежали, ну три тысячи. И он выбирал вопросы, и про себя думал, это вот так, священник, я могу фамилии назвать, имя, надо это или не надо, даже не знаю, могу сказать, что отец Владимир, только не говорю где, и он думал, а как я бы ответил, правильно или неправильно, а я в это время отвечаю, у нас был судник, нафалаюх, вермонах, ну потом он все размонашился, сейчас, говорит, женился там, а он в это время отвечал, я отвечаю в вопрос, второй, третий, а он сидит и говорит, ни один вопрос я правильно не ответил, и мы когда были, на миссионерской поездке, к нему заехали, хорошо принял, да, мало того, мои книги, из них вопросы, крупно напечатали, но как заходишь, где продавать, прямо на стене, том такой-то, вопрос такой-то, и у людей, когда вопросы, они говорят, а мне вот такой-то том посчитать, он библиотеку устроил, прямо в притворе храма, Владимир этот, а? Владимир? Да, ну прекрасно, так если сказано, зарубежно высчитают сразу его, ну и мы были когда там, и он мне говорит, а ты приезжай, сейчас вот, кончится поездка, приезжай, я тебя здесь устрою, и ты у меня в храме будешь, там, в тропу не говорить, а я чтес, я решил поехать, я говорю, да тебя не один, я с Игорем, я говорю, новому приеду, мне нужно, чтобы слышать, и все, но, когда мы стали говорить, глубже, вечером, околок храма, от меня попятился, я говорю, ну и что теперь, я нужен тебе? Да нет, я, так сказать, решусь места сразу, вот и то-то, а ты говори, как есть, то есть, зарубежник, зарубежник сказал, он сразу пришел, право, вот как, опять вернулся, по патриархии, все, все, а батюшка спокойный, такой тихий, матушка у нее такая красавица, я видел, и вот, я говорю, у нас машина-то вот такая, она на благовестие, вы же тоже машиной пользуетесь, а она на благовестие, я лежу, ты же лежу, она стоит, ну и у меня машина такая, я тоже на благовестие, а где? А я матушку из дома в храм вожу, матушку из дома в храм возит, это благовестие, понимаешь, поэтому, Это подкаблучничество. О, во полный рост. Я тебе про это и говорю. Давайте пообедаем сегодня. Смотри, сколько сделали. Все ныряли? Ничего не нашли? Тихо, тихо. А, ну вот Сергей нырял, а я что-то залез и что-то замерз сильно. Надо только в одежде, не раздеваться. Одежда отдельно, потому что от одежды ты нагреваешь ту воду, которая там находится. Ну я чувствую себя не очень. Надо плотно одеться, плотно завязаться со глазами. И нырять, и на ногах, чтобы что-то у тебя было, там носки или что. Ну это понятно, раз ты одевший, течения никакого нет, и у тебя тепло отрывается намного меньше. Оно при тебе. Да еще если ты двойную и тройную одежду оденешь, это вообще замечательно. Ты как в скафандре будешь. Только чтобы воздух глотнуло обратно. По-другому никак. Я вот думаю, знаете, если к вам представить, ну допустим, современную женщину, она долго не продержится около вас. Ну вот допустим, не Надежда Васильевна, а какую-то другую, Игнат Тихонович. Ну какую же другую? Ну любую вот, а они убегут сразу от патриархата. Ну хорошо, почему у меня не убегает Татьяна Капустина? А она со мной уже больше двадцати лет. Она самая близкая, старшая сестра нашей общины. Везде, где бы я что ни делал, она везде там. Нет ни одного дела, в котором она бы не участвовала. Ну ты и знаешь ее. Она же не бросила, и она от меня... А возьми Галю, вот она была, Галина Александровна. Ну это исключение? Нет, я говорю жена. Ну ты видел, что таких женщин нет, я тебя называю конкретно. Конкретно, вот она была. Сколько она, я уже не знаю, но порядка уже двадцати лет. Девчонки-то сколько, так мы знакомы, когда она замуж не выходила. А уж я ее трепал, как щенка. И она стала вот такая вот. Потому что я всегда как пузнец. Из того, что есть вокаленные, ржавшие, начинаю ковать. А которые лякают там где-то там, ну, манкуртики маленькие. Они ничего не ковришь, чтобы было хорошо, тихонько, все где-то. А мне, я с первой минуты вижу, в человеке неладно. Я сразу начинаю с ним работать. Это мой профиль. Я в этом нахожусь. Где бывает температура сразу другая. В камере это где-то, в органах власти. Я всегда писал, заступался. В церкви не так, я всегда заступался, писал. И везде изменения идут. Купели начали строить. Зачем бы меня, митрополиты, просили сказать слово? Митрополит Виталий. Вот проповедник я видел. Так я когда выступал, меня в какой-то город увезли, сейчас не помню. Сакраменто или где там большой зал. И высокий подиум где было. Так он сидел в первых рядах. Когда я начал говорить, маленько. Ну а ему уже почти 90 лет было. Так он вышел сразу, у меня микрофон чуть не вырван из рук. Вот я сколько лет вам говорил, наконец нашелся человек, который это говорит и понимает. И опять зашагал, опять в первые ряды. Проходит маленькое время, он опять поднимается, ставится. И опять, наконец-то я услышал, что это я говорил не сам, это Бог говорил, а вы не слушали. Вот приехал человек, он не от меня это взял. А то как было? Для меня это очень близко. А для него и молились, когда у него такая загородка рядом, ну из таких трубочек сваренная где-то. И я рядом с ним. Где обедал воробей? Говорит. В зоопарку и зверя. А у меня все спрашивают, где обедал воробей? Я отвечаю, там же и артиллерии. С задним столом. И я им предложил вот то-то сделать, то-то. И программу на стол положил, и епископы сидят. А то разостать его все надо. И я узнал, что раздавство оно было. Они прислушивались. Вот как. Почему Бог? Потому что моего там ничего нет. Я напоминаю, в одной поездке я был где, и узнали, что я приехал. Три епископа за ночь пришел, чтобы побеседовать. Это не мое, это Бог. Есть вопросы, которые они... Просто мы их не знаем. Последствия такое решение сделать, такие последствия тут, такие. Они правильно рассуждают, но из братьев, что не знают. Они не знают. Они называют три решения, а я им показываю пять. Так вот пять-то, два решения-то. Это как раз то, что нужно делать. А что нужно? Самое первое. Отрежься самого себя. Я ничего не требую. Отрежься. Выгонят тебя, не выгонят. Разжалуют. Патриарх тебя не поймет. Власти посадят. Это все запредельно далеко от отвергшегося себя. Я растоптал себя. А как? Захарь сорвал себя это. Камилавку-то. И ногами давай топлать. Вот так вот растопщик. Своё я. А то тщеславие там. И все там. Прелесть. Гордынь. Это нигде так не свирепцы, как у епископата. Это. Атреан Златоут говорит. Самое гордое. Самое такое мстительное. Подсиживание. Ну хватит нам на сегодня? Да. Давай. Ну, приносавжился. Недрежда. А от кого она взяла? Винчу кейс. А это взят. Местные. Понял, как разбирают? Почему? Потому что продают, болеть будешь. Во славу Божию.